Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Татьяна и сегодня я сделаю обзор на свой тревел ноутбук, который я заполняла на отдыхе за городом. И у меня будет в моем формате, если вы не знаете, может быть, если вы впервые на моем канале, то все развороты, в основном все развороты и вообще все, что касается тревела, у меня происходят таким образом, что сначала я показываю небольшие вставочки из этого времени, то есть, например, если я отдыхала за городом, то также будут небольшие вложики, там буквально по 3-5 минут, чтобы вы как-то больше окунулись в эту атмосферу и больше понимали вообще, что это за фотографии. И вообще мне хочется передать все свои эмоции, все свои впечатления, которые я получила в том или ином путешествии, в том или ином месте. Вот, так что я желаю вам всем приятного просмотра и сейчас вы как раз и посмотрите на небольшую нарезку, но потом мы вернемся и я уже покажу более детально свой ТН, как я его коротко называю, так что приятного просмотра! Субтитры сделал DimaTorzok Видите моргание? Это они, я постаралась поближе подойти. Ничего себе! Они летают! К сожалению, очень плохо, конечно, видно. В общем, вот это все, что сейчас поблескивает, это все светлячки. Сегодня второй день и мы сейчас поедем заправляться. Никогда не заправлялась, в принципе, потому что я никогда не ездила на таком катере. Такой достаточно большой, такая кожа везде, прикольно. Руль и спереди тоже можно посидеть. Вообще классный такой катерок. Красота. Ну, правда, сегодня, видите, пасмурно, но достаточно тепло. Можно внутри, можно наружу. И наружу. Ой, рачечек. Врачечек, да? Цапну, Таня. Фу, какой он вредный. Какой он злой. Обалдеть. Вы видите, около берега очень много-много раков. Представляете, я не знаю, что они сюда приплыли, но их здесь много. Обалдеть. Продолжение следует. Продолжение следует. Мы уже там были два раза, ездим туда каждый год. И в этом году мы также поехали ровно на неделю. Ну, практически на неделю, то есть мы в субботу приехали и в пятницу уехали. Но не знаю, почему организм решил, что мне надо отдохнуть. И на третий день я заболела. И буквально до шестого дня я просто лежала и ничего не могла делать. На третий день у меня сначала вообще пропал голос. И потом все-таки он появился. Конечно, когда голос пропадает, это на радость моей семье. Но все-таки он у меня в конечном итоге появился. И я смогла все говорить, чего я думаю. И поэтому оказалось у меня так мало нарезок. Потому что когда у тебя температура, когда у тебя все болит, то, конечно, не до съемок. Хотя у меня было много планов. Я хотела снимать на природе, потому что там очень красивые виды. Мы отдыхали в Кембинг, как это называют. То есть в таком вот доме, который находится на озере. Там также был катер. Мы на нем несколько раз прокатились. Ну и в принципе, знаете, такой отдых. То есть ты лежишь, ты загораешь, ты рыбачишь. Я впервые словила рыбу. Ну давайте начнем. Буду все показывать и попутно все и показывать, и рассказывать. Итак, я сделала свой такой треос ноутбук. Если не ошибаюсь, я делала вместе с вами в одном из скраб-влогов. Внизу оставлю ссылочку. Делала из коллекции Simple Stories Cabin Fever. У меня, кстати, достаточно много еще здесь осталось. Потому что мне потом еще прислали в коробке, про которую я говорила. Mystery Box. Там тоже была эта коллекция. Поэтому мне достаточно ее много. За основу я беру Fami Run. У меня есть мастер-класс по такому треос ноутбуку. Внизу также оставлю ссылочку. Он получается очень легкий. Так, что у меня здесь? Здесь у меня две вот такие подвесочки. Первый это вот такой олененок. Это символ канады. И здесь бобер. Также символ канады. Сердечко немножечко переливается. Но, наверное, оно так легко переливается, что, наверное, даже его не будет особо видно на камере. И давайте смотреть. Использовала я здесь одну из двух тетрадок. Это я делала вот такие листочки. Тонировала с помощью кофе и чая. И под штампом еще отштамповывала. Внизу также оставлю ссылочку, где я показываю полностью подробный, суперподробный мастер-класс. Также в одном из скраб-влогов. Обложку я, в принципе, вообще особо никак не оформляла. Прошлась только здесь скотчем. И также приклеила карточку. Может быть, в будущем еще что-то добавлю. Но пока мне нравится именно так. Мы находились в месте, которое называется Lake of the Woods. Приклеила тут я себя, когда я еще была здоровая. Но и также написала даты. И, в принципе, вот так у нас начинается целый день. Давайте, может быть, немножечко поближе. Ну, вот так, наверное, будет хорошо видно. Я дома распечатала все фотографии на А4. Также в одном из скраб-влогов я вам показываю. Использую я всегда два клея. Это от Takiglue. Первый называется Clear Gel. И второй Quick Dry. Мне нравится и тот, и другой. То есть, практически все, что вы сейчас видите, я уже больше, чем полгода не пользуюсь клеемоментом. Меня спасают вот эти дружки. И надо к ним приноровиться. Но они намного лучше, чем вот этот оригинальный. Оригинальный я использую только для того, что проклеивать корешок больше никак не могу. То есть, когда проклеиваешь фотографии, начинает все сразу так бугриться. Поэтому я к нему так подхода не нашла. А вот эти два мои любимчики. И я вам советую. Также у меня будет скоро отдельное видео по всем клеям. Потому что многие тоже спрашивали. Итак, первый день. Я, наверное, буду просто рассказывать, что мы делали. Утром мы пошли на футбол. Это было последнее занятие на футболе. И потом мы уходили в свободное плавание. И, кстати, первые два дня с нами отдыхали друзья. Поэтому было очень так весело и прикольно. И первая моя прогулка на катере. У нас в детстве, когда я была маленькая, у нас у семьи была лодка. Я не знаю, катер. Скорее всего, это просто лодка с мотором. И мы иногда катались по нашей реке Волги. Если вы не знаете, то есть город Тольятти. Но в какой-то один из не очень прекрасных дней нашу лодку украли. То есть мы ее оставляли на лодочной станции. Нас полностью она закрывалась. Вот там какой-то был, знаете, такой гараж, в общем, куда складываются все лодки. Со всякими причиндалами. Там с моими ведерками, с моими лопатками. Я помню, не воздушные, как и вот эти были круги и так далее. И в один из дней мы приезжаем. У нас сломан замок. И ни лодки, ни моего ведра детского даже нет. То есть еще все почистую забрали у нас. И, честно, я особо не помню те вылазки. Потому что мне, может, было там года 3-4-5 максимум. Поэтому я, по-моему, не единственная только туда. Когда-то вот я ездила, только у меня размытые впечатления, воспоминания. И, в принципе, все. Поэтому я считаю то, что это была первая моя поездка в сознательной жизни на катере. И мне очень понравилось. К сожалению, я не могу водить, потому что у меня нет прав. А здесь надо обязательно проходить курс, потом сдавать. Потом только получаешь права. То есть просто так ты не можешь тупо сесть на катере и поехать. Конечно же, кто-то забивает, не кто-то забивает, особенно перусские. Они любят забивать, потому что, если у нас правило, значит, надо их нарушать. Но мы не из таких, поэтому, у кого вот права были, те могли сесть. И вот в прошлом году мы не катались. В этом году с нами были друзья. Вот у них как раз и были права. Мы как раз покатались. Очень много нащелкали фотографии на катере. Все просто в нереальных позах. Их только было можно. Таких мы и фотографировались. Здесь просто у меня две фотографии. Приклеивала на скраб-бумагу, скотч, эмбосинг. Здесь я люблю викенды. И также еще небольшая отштамповка с коричневыми чернилами. День второй. Здесь, кстати, я вот постоянно писала, какой был день. И в основном, когда я была там, то я писала уже журналинга. А все остальное, когда я приходила, когда уже сюда приехала, я уже только доклеила фотографии. Там буквально несколько дней мне пришлось кое-что дописать. А так, в принципе, и все у меня было написано. Наклейки я использовала также из этой же коллекции от Simple Stories. Здесь у меня фотографии как раз, когда вот мы ездили заправлять лодку. И знаете, если особенно вы смотрели фильм «Озарк», кстати, сейчас вышел второй сезон, советую его посмотреть. И не знаю, почему у меня ассоциируется именно вот лодка, заправка вот такая лодочная именно с этим фильмом. Очень прикольно, необычно. Все лодочки стоят, там специальный человек, знаете, такие колонки необычные. Ну, все здорово. В этот же день ребенок поймал рыбу. По-моему, он в первый день поймал рыбу. Вот это я приклеила на второй день. И мы, кстати, считали, кто больше всего поймает за вот эти все семь дней рыбу, и ребенок выиграл. В общем, не знаю почему, но детям везет. И также, что мы делали, это просто наша мужская половина сидела и рыбачила с утра до вечера. Ну, а потом играла в футбол. А мы с подругой общались и готовили. Во второй день они уехали, и мы остались одни. Я старалась загорать, пока вот меня как раз здесь и не прибило, потому что утром я встала, мне уже было не очень хорошо. Это одно такое из моих, не знаю, даже не завтрак, я в любое время это могла есть. Это сосиски и хлеб, которые были пожарены на мангале. Не знаю почему, но это невероятно вкусно, когда именно пожарены на мангале. Это не так вкусно, когда ты просто варишь дома. С каким тут этот определенный запах, определенная какая-то прожарка. Особенно хлеб просто обалденский. К сожалению, было, мы поехали в июне, было очень жарко, поэтому мы не могли топить камин. В прошлом году мы ездили в августе, и мы тогда практически каждый день топили и камин, вот этот запах, вот этот хруст, вообще очень здорово. Также маршмеллоу делали. Вот, но в этот раз мне повезло, было очень жарко. Это, кстати, рак, которым я вам показывала в видео. Да, ребенок словил на червяка, он, наверное, как слишком пустил крючок, ну и рак подхватил. Вот, но потом все-таки у нас переночевало, а потом у нас уже его выбросили обратно в реку. Так, здесь у нас в главных ролях будет муж с лампочкой Bright Idea. Вот, вот такой у нас Sunset, закат, очень красивый, знаете, такие цвета прям яркие, ярко-розовый, ярко-оранжевый, ну очень красиво. Я, кстати, снимала и закат, и рассвет, не знаю, вставила сейчас или не вставила, если не вставила, то, может быть, какие-то других видео покажу. Так, это у нас, все этот день продолжается, что я могла делать, это только могла читать. Ну и в принципе, да, прочитала, по-моему, две книжки за вот это лежание. День четвертый, продолжаем ничего не делать, мне, по-моему, уже потихонечку становилось получше. День пятый вы видели, в этот день я как раз ходила и собирала все вот такие листочки, цветочки, лепесточки, чтобы потом из них сделать гербарий, чтобы их засушить. И показываю вам в отдельном видео, как ламинировать вот такие листочки, внизу также оставлю ссылку. И также день шестой я впервые поймала рыбу в своей жизни, вообще впервые, я впервые рыбачила, представляете, и я поймала. Это рыбка Баса, сначала, это, по-моему, самая крупная из всех рыбин, потом я ловила маленьких, еще, знаете, вода была такая прозрачная. Я в инстаграме, по-моему, не выкладывала видео, что можно было видеть, когда ты опускаешь, мы ловили на пиявок и на червяков. И когда вот ты опускаешь, вот такие маленькие рыбки, стая, супер голодные, знаете, как пираньи, просто набрасываются на эту наживку и начинают раздирать. То есть они такие маленькие, то что они, ну, крючок даже не засаживались, они просто со стороны, в общем, разрывали, знаете, все червяки. И мне, наоборот, приходилось постоянно поднимать, чтобы они не жрали. Немножко, когда ты поднимаешь, они, знаешь, просто вот, вот реально, как пираньи, быстрее все съесть, съесть. В общем, я на них злилась, просто вообще ругалась, так как они просто седали всегда всю мою наживку, а вот такие большие существа очень редко подплывали. Но все-таки подплывали иногда. И, по-моему, за вот несколько дней я словила два или три достаточно больших таких экземпляра. Ну, еще, может быть, две маленьких рыбки. Я все отпускала, ничего не ела, рыбки я не особо люблю. Вот, здесь ребенок продолжает ловить. Вот это, кстати, вторая моя рыба. Я, по-моему, вам видео не показывала. Так оно выглядит. В последний день, шестого дня, шестого на шестой день вечера, я как раз снимала закат. И седьмого, седьмого как раз на седьмой день, я встала. Утром еще не было полпятого, посмотрела, когда у нас будет рассвет, встала, поставила камеру и спокойно сидела, пока камера все это дело снимала. И, знаете, такие интересные ощущения. То есть ты встаешь, вот, не знаю, мне очень нравится на природе вставать рано, потому что ты встаешь, вот эта тишина, все еще, знаете, все еще так спят. Вот, птички ленивые, там что-то перекрикиваются, рыбки там. Мне понравились черепашки тоже, там плавали маленькие, большие. И такая прям супер-супер тишина. Вообще там тоже очень тихо, так как дома находятся друг от друга очень далеко. Но вот утро на природе, это шикарно, да. Я надеюсь, что я вот вставила видео, вам покажу. Это еще один листочек, который я тоже заламинировала. Он у меня в виде вот такого разделителя. Это, кстати, карточки. Я их также все тонировала, чтобы они были коричневыми, максимально подходили к этой бумаге. Потому что, могу вам сказать, блокноты очень красивые, когда их тонируешь. Но не каждая бумажка подойдет. Не каждый цвет сюда подойдет. То есть вы не сможете сюда приклеить розовый, красный, зеленый. Это будет супер выбиваться. Так, и седьмой день. Шестого дня мы убирались в своем доме. Потому что надо было привезти его в тот же вид, в котором он был и до этого. И убрались, все сложили. И потом поехали недалеко. Находились. Типа водопад. Rush, Russian River. Что все такое называется. То есть где вода очень быстро бежит по камням. Там, по-моему, минут 20 до этого места надо было добираться. И вот мы как раз туда поехали. Здесь такие красивые мосты есть. Сама речка тоже достаточно красивая. Здесь, кстати, так открывается. Вот, красивое место. Это больше похоже на кемпинг. Но там также можно было и поплавать. Все это бесплатно. Ну, не считая парковки, потому что парковка платная. Вот здесь у нас еще один вот такой. И, в принципе, да, вот так у нас заканчивается наше путешествие. У меня еще осталось, как видите, здесь два таких разворота. Но фотографии у меня закончили. Все у меня закончилось. Поэтому, наверное, я просто так и оставлю. Либо вообще просто так приклею. Вот, чтобы у меня вот этого ничего не было. Так как не хочется лишнее сюда писать. Или фотографики другие приклеивать. Я рассказала здесь историю, как мы отдыхали. И хочу на этом и закончить. Вот такое у меня было мини-путешествие. Это, знаете, очень классная такая перезагрузка с города на природу. Когда ты ничего не делаешь. Ну, не считая, конечно, уборки, готовки каждый день. Вот, если бы еще там готовили, это было просто шикарное поместо. А ты просто лежишь, отдыхаешь. Люблю это место. И очень надеюсь, что мы сможем туда приезжать еще и еще каждый год. Вот, на этом у меня видео заканчивается. Спасибо большое, что были со мной. Что посмотрели это видео. И до скорой встречи. Пока-пока. Так. Пока. ПОЛЬНОМ. ПОЛЬНОМ.